Борьба с фальсификатом или как повышая грамотность населения развивать экономику региона. Об этом говорили на заседании специальной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. Фальсификат, а иногда и просто опасная продукция может появиться в любой отрасли. Кого-кого, а уж умельцев, изготавливающих подделки, у нас хватает. Берутся за все, что имеет повышенный спрос на рынке. Таким образом напрямую затрагиваются экономические интересы предпринимателей и организации, которые честно платят налоги. Когда отдельные организации хотят, используя разные механизмы, лазейки, в этой конкурентной среде хотят быть в приоритетном порядке в продаже своей продукции или оказании услуг. Мы этого не можем допустить. И практически мы защищаем интересы потребителей. На заседании комиссии были обнародованы просто вопиющие факты. Так, например, на рынке появились контрафактные, восстановленные и, разумеется, не сертифицированные запасные части и комплектующие под маркой оригинальной продукции концерна «Тракторные заводы». Не имеет технической подготовки и возможности производства основных компонентов. Рам, двигатели, трансмиссии, защитных конкассов. Обыкновенный ангар, обыкновенный гараж и все делается с коленки. С начала этого года выявлено три случая реализации контрафактной продукции под брендом электроаппаратного завода. Подделывают изделия завода игрового и спортивного оборудования. Непростая обстановка на лекарственном рынке. Установлены факты реализации в аптеке ООО «Столичная фармацевтическая компания» 438 упаковок лекарственного препарата «Лирика», относящегося к препаратам, обладающих психоактивным действием. Наркозависимые лица используют указанные препараты вместо традиционных психотропных веществ, в результате чего у них формируется сильное привыкание, не всегда поддающееся лечение. Аптечные сети за незаконный оборот этого препарата, конечно, будут наказаны вплоть до уголовной ответственности. Ударом по фальсификату в сфере лекарственных изделий станет маркировка упаковки лекарств, считают в Минздраве. Такая программа стартует с 1 января 2020 года и станет обязательной для всех препаратов. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.